Музыка 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 И этот метод мы и дальше будем, так сказать, развивать. Это, безусловно, выборность профсоюзного актива в условиях, которые сейчас есть. И второй, это, конечно, базовый, это колдоговора, работы с ними и по ним. И это дает нам право решать те задачи, которые стоят перед коллективами и администрацией. Вынуждены подчас не обострять отношения, понимая, что коллегиарность тех людей, которые, так сказать, представляются вот этими полдоговорами, она вызовет адекватную реакцию, значит, будет напряжёнка социальная, и нужно будет иметь крепкое здоровье для того, чтобы решать эти вопросы. Значит, идут, будем, не меньше, так, вариантов таких. Ну, удаётся вот за счёт противоречий решать определённые локальные задачи для коллектива в сегодняшний день и так далее. Вот. Но я хочу сказать, что вот за этот год, в общем-то, администрация, работодатель, учитывая принятие нового трудового кодекса, более агрессивно привела позицию по остановке, так сказать, влияния лидеров профсоюзных и организованно и целенаправленно в нарушении всяких законов и трудового законодательства. Линейная служба, это по ряду регионов, где это было выражено более ярко, где менее ярко, но проводила как в индивидуальном порядке, так и в стабилизиальном порядке, на всяких пяти минутках. Пыталась, ну, это в основном линейная служба, начальники цехов, начальники участков и так далее. Вот команда ПАС была и пошли вперед. И в открытых текстах говорили, есть у нас аудиозаписи, например, о Белгороду, о ГОКу, где на пятиминутке линейная служба, ну, там, второго уровня и так далее. Мы говорили кадрам, рабочим, хотите получать премию, выходите из этого профсоюза, хотите работать здесь, выходите. Вот записи эти у Олега Липа есть, я просил их сохранить обязательно, идет борьба. Но в знак протеста, значит, была объявлена голодовка. Администрация замалчивает эти моменты. И даже тогда, когда запросы пошли к прокурору области, и дирекция ГОКа фиксирует и сообщает, что нет, ничего у нас нет, никаких голодов. А мужики, хорошие мужики, они работали, и в это время оставались ночевать на рабочих местах и так далее. К сожалению, вот, Дикий там есть такой, он был неформальный лидер, а когда его поджали и решили за позицию, так сказать, гражданскую уволить, тогда наш профсоюз принимает решение, делает его сопредседателем и так далее. И тут бумаги сюда, выстоящая организация, учитывая то-то, то-то, понимаете, дайте санкции, ваше добро на увольнение. Конечно, за всю историю профсоюза защиты, да и от свободы профсоюза. Ни разу никто не давал и никогда не даст. И больше того, вот у меня лично были разговоры, приехали там, исполняющие обязанности начальника отдела, ну вот такой вот груз, да, всяких бумаг, люди по бригаде и так далее, говорят, что да, действительно, были нарушения электробезопасности и все, но когда ты, ну вот работа человек работает, и у него все время дышат ему в затылок, да, если итальянцы говорят, хотим добиться чего-то, работаем по инструкциям, да, и все встало. И у нас такая же ситуация, но, к сожалению, вот товарищи по бригаде и так далее, ну, подписали, скажем, констатировали то, что, да, действительно, вот он был старше, вот здесь мы вам пущем, а это электробезопасность. Ну и опять, после того, как мы дали заключение, что это предвзятые материалы, они через суд проходили уже и так далее, и мы видим, основным здесь, это позицию, гражданскую позицию, позицию профсоюзную, исполнение профсоюзных, профессиональных обязанностей, и вот здесь причина, а все остальное, как следствие, неудобный человек, но неудобный для кого и так далее, отстояли до сих пор работать, больше того, делегировали ему права по защите профсоюза, защите труда всего, да, в судебных инстанциях и так далее. Но вот такие накаты на профсоюз, они, в общем-то, продолжаются, конечно, и они прошли, я сказал, по ряду регионов. И в этом плане, значит, мы понимаем, что так же, как вот эти шесть лет, что боролись мы за все, и внесли неоценимое, конечно, вот плаг это дело, вот рабочее движение, я имею в виду, и надолго задержали процесс, раз, потом, значит, ну и школа обучения, она сильнейшая, знаем теперь и более грамотно, мы можем защищать свои права, понимаете. Вот, все это, конечно, незаменимый опыт. И в этом плане, вот, когда начиналась борьба за людок, сохранение тех гарантий, которые есть у рабочего человека и так далее, мы помним, что работодатель де-факто пытался перешагнуть через всякие эти законы и так далее, чтобы протащить, чтобы размазать роль профсоюза, чтобы загнать каждого рабочего в свое стоило и сказать, ну что ты там возникаешь, вот у тебя есть семья, у тебя есть зарплата, ну и сиденье возникает. Вот. И тогда, ну, выигрывая и суды, и отстаивая это дело и в нашей печати, и в резолюциях, и в той же думе, мы все-таки видели опасность. И потом, когда протаскивали вот этот подлый трудовой закон, вот, они ведь в этой комиссии мотивировали чем? Да, ну в жизни же вот это уже есть, да? Ну давайте приведем в соответствие. И вот так вот, понимаете, как он, понимаешь, приводили в соответствие. Ну, я еще раз говорю, есть возможность, есть овладение вот определенными, понимаете, методами борьбы, и очень интересен, конечно, опыт этого портового комитета докера, и его договор надо бороться за основу правильным, понимаете, типовым. Есть еще удачные договора. Вот нужно создать такие условия, чтобы люди, использовав, так сказать, специфические свои моменты на предприятии, задержали все время вот этот вот проект сначала, если нет возможности заключить его, вот, а потом и коллективный договор, ну, у себя, так сказать, на столе. Есть о чем разговаривать. И правильно вас говорили, по-первыхому ГПЗ, я тоже знаю, мы так вот проект набросили, и пошли по всем цехам обсуждать, а что вы хотели бы включить и так далее. Администрация сначала пропустила, а потом этот процесс уже пошел, и вот, узнавился, здесь еще в этом плане, они выиграли, они нашли время, когда это можно сделать, чтобы помочь себе. В других вопросах, где начало, там зарплату не платили, и так далее, да, вот, а раз есть такая возможность, приходили на работу, но, но, не работали, а обсуждали, требовали, которые надо выдвинуть администрации. Эти, конечно, вот, возможности, но уже научились, так сказать, использовать. Ну, здесь, я еще хочу сказать, что, ну, чувствуется, конечно, вот, опять Белгород, приходилось вот сейчас много заниматься с ним, вот градообразующих предприятий, и там все, конечно, схвачено, это ясно, и властные структуры, и прокуратура, и так далее, потому что, говорили не одна, написали бумаги, и с прокурором разговаривали, а вот мы здесь не нашли, вот, каких-то криминальных вещей, нет, вот этого не было, высылали, отписки им, но продолжается процесс борьбы, там, рабочих за свои права, и в этих условиях тяжелых, тоже надо выстоять, конечно, мы всегда помогаем в плане консультации, помогаем запросами, и так далее, ну, если люди обращаются по трудовым отношениям, и так далее, то, конечно, здесь за коперщиком, в общем-то, ну, сейчас депутат Шейн, что очень оперативно направляем бумаги, требуем ответа по существу, может быть, неоднократно даже запросы, разные уровни, и так далее, мы все-таки добиваемся, чтобы отвечали, чтобы приостанавливали, чтобы вновь там заставляли рассматривать вопросы, вот, но я хочу сказать, что вот это давление, оно сейчас, в общем-то, идет, идет потому, что используя новый, вот этот трудовой закон, работодатель, подчас не вникает, непрофессионально, но знаешь, вот, его права расширились, понимаешь, вот он пытается сказать, вот, кто на заводе хозяин, понимаешь, и подчас за счет ущемления прав трудового коллектива, ну, с одной стороны, это, но, мы знаем, что, вот, растут долги по зарплате, ну, например, сейчас Василий, я знаю, что ребята приходили, ну, я выходил к сайте, да, вот, выходили мы к мужскому, но не к самому, а в управлении, но там, тогда, значит, обошлись телефонными разговорами, ну, и переслали письмо рабочих с подписями туда, в Рушковскую эту контору, ну, что нам, до апреля, по-моему, выдали деньги, погашение долга, а опять остановились, вот такая вещь, и, конечно, вот, одними звонками здесь не решишь проблему, надо в коллективе серьезно работать, надо выходить на протестные действия, но уж если выходить, то держаться всем вместе, да, и вот на этой волне, в общем-то, коллектив подформируется, насколько мы понимаем. Но вот сейчас ПНПР не будет защитать рабочие права, это ясно, и поэтому я вот по профсоюзу защиты туда смотрю, что у нас, вот, хотя и обостряется там, ну, ясно, зарплаты, кому подойти, так и тем профсоюзным, вот, организациям свободным, пусть малочисленным, да, которые могут и довольно успешно встать и сказать, отстаивая права коллектива, что вот этого нет, они могут и пойти в суды, но они могут и проговорить коллективные действия, в результате которых администрация, в общем-то, плохо не покажется, и там они пытаются держать баланс, частями, там, дотациями и так далее. Так вот, в этой ситуации тенденция, она рассматривалась, она заметна, что вот защита, разные формы наших профсоюзов, они практически имеют численный рост. Это и в Астрахани, это и в Магадане даже, вот, там коллектив вырос тоже до большой, так сказать, численности и позволил, но это коммунальные службы, кстати, вот протестные действия и так далее, мы потом об этом поговорим, они вызывают понимание жителей, и, в общем-то, люди идут, и просят подключить их к работе в этих профсоюзных организациях. Вот. Ну, новые вот за последнее время у нас и чейки появились, это и Кузбасс, это и Москва тоже, это и Кировск, об Астрахани я говорил. Депутат проехал, значит, от Москвы до Магадана, и были встречи с рабочими. в Алтайе, скажем, там создана новая организация, общей численностью она до 500 человек, ну, там есть территориальная организация, и преподаватели, есть, значит, врачи, есть рабочий класс и так далее, и организовавшись вот Комсоюз защиты, они там наметили практические меры, и мы надеемся, что вот этот процесс, он будет нарастать, то есть противодействие будет оказано, конечно, вот, в тех рамках, которых мы можем. Ну, большой вопрос, вот здесь мы не дорабатываем, конечно, по обучению актива, правовом отношении, ну, с сайтом там у нас не получилось, однако сейчас принимают меры, то есть он зависал, не часто обновлялся, сейчас принимаются меры, записаны решения, есть освои, что не реже одного раза в месяц его необходимо обновлять, и практически вот это работали всегда под контроль. Ну, а по депутатским запросам, вот, в последнее время, да, которые направлялись в интересах рабочего класса, союзных организаций, это запросы, ну, были оплачены порядка 19 регионов, Алтай, Белгород, Владимир, Москва, Санкт-Петербург, вот здесь уже говорили, Кемерово, Киров, Краснодарский край, Венграцкая область, Московская область, Лизис, Магадан, Башкирия, Коби, Самара, Томск, Ярославль, ну, и Астраха, естественно. И, конечно, вот эта работа, она помогает, больше того, результаты практически этой работы пытаемся распространять порядка 120 точек по России, чтобы люди как-то воспринимали и, ну, накладывали на свои, так сказать, вот, ситуации там. Этот опыт, он, безусловно, помогает коллективно как-то решать задачи. Ну, о чем бы еще хотелось сказать? Мы работали с теми профсоюзами, я вот как-то здесь выступал, вас и говорил, что впервые в России вот собрали свободные профсоюзы именно вот цель вот этого трудового кодекса и организовали проведение едины, в день профсоюза, борьбу за тот же ходовой кодекс и так далее. Вот, контакты с этими профсоюзами, ну, у нас рабочие есть хорошие, и мы видим, что в перспективе они должны развиваться, потому что единые цели, опять помощь здесь идет, понимаете, как с запросами, так и, ну, если хотите, лоббированием, да, в какой-то мере, слово нехорошее, нерусское, но понятное единое, вот, и начинаем там подстегивать тех депутатов, которые могут работать в этом плане, заставляем их подписывать документы, так сказать, коллективные, это вся работа, конечно, идет. Ну, вот, Арсамас, здесь ребята хорошо, вот, разместили свой собственный сайт, вот, по работе, по движению, там, и так далее, по профсоюзу, и проводят обучение профсоюзного актива, лидеров, ну, нам, конечно, надо этот опыт, так сказать, распространить пошире, понимаете, по-другому, просто, нельзя сегодня грамотно работать. Ну, есть зарубежные контакты, и, вот, ПЖО есть, это секретарь по международным делам, ну, вот он здесь как-то отчитывался, два десятка, там, назвал организаций стран, с которыми устанавливали контакты, ну, разной степени близости, но, однако, и их опыт, и они очень интересуются нашим опытом, ну, вот, для нас приятная была, в общем-то, так сказать, я не могу сказать, что это неожиданно, потому что мы пробивали, мы говорили о том, что плохо у нас с базой компьютерной и так далее, ну, на ряде встреч, ну, вот, французы помогли профсоюзу, защитой, там, порядка десяти, в общем-то, компьютеров, правда, своих, уже бывших употреблений и так далее, мужики отдали, ну, есть сложности по переводу на русский, так сказать, язык, программ, и так далее, но отлаживаются и уже пошли по регионам для того, чтобы оперативную информацию принятие решений и оперативную реализацию этого дела. В основном, вот, я говорю, ну, наверное, вот, Михаил Васильевич, здесь на них особо и убеждать никого не надо, но очень подробно рассмотрел вот, сейчас будет первый вопрос в полдоговоров, и, конечно, это вот сейчас основное оружие у нас, считая вот все эти направления, которые имеют место, поэтому надо подходить профессионально, я полностью согласен, у нас, ну, у нас контакт хороший в этом плане, я имею в виду профсоюза и фонда рабочей академии, и в этом плане, конечно, намечены определенные меры, надо работать, и вот, по размещению нового этого торгового кодекса, мы очень оперативно раскидали по всем регионам, организациям, и, вот, такая ситуация, значит, ну, и мы тоже инициативировали это, инициативировали это дело, 12 ноября вот, планируется, ну, до 90%, главенской слушания по практике, вот, которая за этот короткий момент наработана, да, по работе с судовым законом и так далее, это будет Госдума, и вот нам хотелось бы, и мы обязаны организовать так, чтобы там, на этих слушаниях, были наши люди, я понимаю, там, возможности материальные у нас урезанные и так далее, но будем стремиться, во-первых, во-вторых, чтобы опыт, который в регионах есть, конфликтные ситуации и так далее, вот, чтобы это обострить все, ну, из которых предложили, если они есть, естественно, вот, его надо, конечно, направлять вот в Дому Шейну, для того, чтобы мы выступили там, ну, с определенной позиции, дали возможность нашим товарищам, говорить с либунами и так далее, ну, это уже отработанный практически вариант, мы проводили такие слушания, хотят они, хотят они, слушают, хотят они, хотят они, все-таки записывают это дело, это борьба, конечно, и сейчас, вот, конечно, ничего не получается воскнуть в этот трудовой кодекс, это ясно, вот, но там, там, вот это парламентское слушание, оно и, в общем-то, парламент планируется для того, чтобы посмотреть какие-то узловые моменты, для того, чтобы для дальнейшего внесения, вот, поддомой закон, вот такая ситуация, ну, учитывая, что вот Николай Васильевич очень подробно все рассказывал, я бы на этом мог остановиться, поедет. вопросов есть? Нет. Перекорд. Так, товарищи, послушайте, мы тут, вот, президенту предлагают сейчас, значит, объявить перерыв. Я как бы не буду, товарищи. Кто? 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 Все. Сейчас объявить перерыв. Я, значит, предоставил это. Кто? Кому надо отметить командировочное, в перерыв, пожалуйста, подходите ко мне. Значит, и мы предлагаем обсуждение, чтобы это было более, значит, конкретно, более мобильно, сделать это по вопросу. Пожалуйста. Можно? Так. Так, товарищи, я вообще-то стоял за рекламой даже докладчиков, поэтому у нас и получилось первое полностью выступление. Попов, Михаил Васильев дал столько информации, что обсуждать ее нужно довольно-таки серьезно. И мы в президиуме подумали, не разбить ли наше выступление на обсуждение, на несколько вопросов. Вот такие вопросы складываются из двух выступлений. Почему составление коллективного договора является условием успеха коллективных действий? Потому что вопрос повестки нас о коллективных действиях в условиях нового коллективного законодательства, трудового законодательства. Итак, первый вопрос. Почему составление проекта является успехом, одним из успехов или первым успехом коллективных действий? Второе. Как составить этот коллективный договор хороший? Второе. Когда его составлять вранье коллективного договора? До начала переговора или его составлять во время ведения? И четвертое. Как вести коллективные переговоры? Вот по этим вопросам и предлагается по каждому вопросу, каждому человеку выступить до 7 минут. И тогда не будет сумятицы, чтобы каждый рассказывал подробно о своем, а каждый вопрос мы рассмотрим совместно, коллективно. Пожалуйста. Дополнительно есть вопросы или предложения? Я сейчас проходит по рекламу, тут может быть перерыв, да? Я же сказал, что сейчас проходит. И давайте после перерыва... Сюда не заграли. Дело в том, что никто не приехал в Санкт-Петербург, то есть российский профсоюз, локомотивные бригады. Ну вот они свою газетку передали, кто еще не взял, возьмите. И еще, это много принесли своих датчиков. Да, тоже из дорогих, да? Для чего мы пришли? То есть у кого есть в Галлии, где еще? А, в Индии, Южной Корее, Пакистане тоже будут проходить какие-то акции. То есть где-то это будут забастовки, где-то пикеты, где-то митинги. Где-то просто собрание на рабочих местах во Франции. Там, потому что они, ну, не готовы пока сейчас проводить в Востоке. Я вас предупредил, сказал, что... Вы, конечно, вопросы можете Петрову тут задавать, поддурные, любые вопросы. Ну вот сейчас обсуждение, так, вот должно, вроде бы, как мы считаем, вроде бы, чтобы была конкретика, вот по таким вопросам. Кто может быть полностью, сразу, не можем, скажем. Пожалуйста, представляете. Выберите. Так, давайте, минуточку внимания. Тут хорошо, профессор Паков говорил по колдоговорам и прочее. Упор делал на докера, но одно маленькое упустил. Каждого предприятия специфика другая. Вот вопросы. Все вы, по-моему, прочитали их. Ведь давайте начнем с этих вопросов. Начну я с этих вопросов. Почему основные проекты колдоговора являются условием успех коллективных действий? Объясняю. Панель не был в зодку, панель не был в зодку. И взять кто, что был в зодку, да? Права людей ущемлены. Права отданы администрации. Но, поэтому думать, какой мы колдоговор сделаем, и как мы договоримся, такой колдоговор будет. Я беру не то, что там докер, вообще, все сферы производственные. Такой будет колдоговор. Это я вам сейчас в градусе объясню. Потом подойду к большему. Второй вопрос. Ставится хороший проект колдоговора. Проект колдоговора. Один человек, два, три человека никогда не составит хороший проект колдоговора. Это ноль. Это должно составлять или организация какая-то, или что-то. Такой типа, или группа людей, да? Но просто. Не так просто создать. Но вот это вот. Надо вопросы увязать. Зотом. Так увязать его. То, чтобы не было никакой подточки со стороны Юрия Санкт-Петербурга. Потому что колдоговор, на данный момент, когда принимается, он является выше, чем ГЗО. Потому что ГЗО, даже новый, не запрещает улучшать его. Это вот вам второй вопрос. И это вопрос. Когда составляет проект колдоговора? До или после? Или во время переговоров, да? Увы, ребята. Колдоговор или проект колдоговора не составляется во время переговоров. Любая организация, любая организация, вот маленькая или большая, профсоюзная или там какая-то организация, да? Она должна сделать это минимум за полгода до окончания существующих колдоговора. И предоставить администрации свой проект колдоговора. Тогда уже на базе этого, на базе этого, на базе этого создается или совместная комиссия, профсоюз, администрация и начинает разрабатывать этот колдоговор и начинает идти переговоры. Но если вы во время переговоров будете свой проект втаскивать, нет, он не пройдет никогда. И даже вы свой проект создаете, и во время переговоров там много будет изменений, добавлений в каких-то пунктах. Понимаете? Но, увы, опять я хочу, что сказать, добавлений, изменений в этих пунктах. О чем говорят? Администрация правильно будет упираться на то, что администрация будет стараться впихать вопросы в протоколы разногласий. Я их могу вот так вот кресло поставить, в протоколы разногласий. Что такое протоколы разногласий? Даже применится колдоговор, что это устраивает людей, да? Но протокол разногласий может быть до окончания колдоговора, и он не может быть разрешен. Можно и судебными процессами и все прочее, да? Администрация может говорить поздно, даже возьмем так, ребят, у меня нет финансов, я не могу этого говорить. Все, вы как хочешь катитесь, как хочешь разбивайтесь, он в голову всем, бастуйте, не бастуйте. Администрация говорит, у меня нет, дошли до суда, они доказали, на суд представили документы, у нас нет этих денег. То, чтобы выполнить это, это переходит в протоколы разногласий. Когда пишется колдоговор, надо иметь хотя бы познание, чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы экономически, финансово и прочее. А для того, чтобы это делать, это делать, надо на своих, или в своих профсоюзах, или где-то, вести, вот как мы у себя ведем. Университет уже три года, да? Если не больше. Там преподают и экономику, и юриспруденцию, и прочие-прочие вопросы. Люди, которые мы направляем на заключение, на переговоры с администрацией, они уже знают хотя бы эти азы, азы хотя бы эти, да? Они уже умеют ориентироваться на это дело. Но так, если вот спонтанно, пойти как тут, говорят, вот ты и прочее-прочее, вот как послушал в зале, да? Никогда вы не получите никакого хорошего колдоговора. Но опять, откуда брать это обучение? Опять, если есть хорошая организация, допустим, профсоюз, ну, как у нас, там, допустим, защита, да? Мы за счет своих средств, людей обучаем и на компьютерах, и по прочим, по всем этим вопросам. Мы людей обучаем бесплатно. То, чтобы они брали вот это себе, как говорится, на уху. И то, что я говорю, с ними уже чиновник, он спать не может, он чиновника затыкает после этих обучений. Капитальным образом. Правильно Попов сказал, ведь тут вот, скрыт представитель, говорил тоже, да, чиновник тупой, он не знает законов. Они кричат закон туда-сюда, но он тупой, на самом деле. У них чиновник тогда начинает назад, не надо головой мотать, не надо, это противная тактика. Я видел много таких, которые мотали головой, сейчас уже не мотают. И то, что я тебе хочу сказать, то, что они потом начинают на своих юристов опираться, это да. Потом юристы там начинают, уже юристы начинают работать. И потом чиновник говорит, да, а я тебе не прав был, а юрист прав. Юрист ему по закону говорит, что это на самом деле не надо. Это и есть практика. Так, как вести коллективные переговоры? Коллективные переговоры это самый тяжелый процесс вести. Там нужно учитывать все. От А и до последней буквы. Это не просто так коллег-договор заключать. Это я вот уже сказал. Или какие другие коллективные действия. Ну что, по-новому к ЗОПу. Хорошо, я вам скажу. Вот вы представили свой проект коллег-договора. Администрация с вами не заключает коллег-договора. Ну и что? Администрация говорит, я не могу выполнить все эти условия. У меня нет средств. Что дальше? Может год бастовать, может два бастовать. А коллег-договора не будет. Вот я вам ответил на все вопросы. А теперь я расскажу из своей практики. Если пройти секунд не вредно. Теперь я расскажу из своей практики. У нас в Амниеве существует четыре профсоюза. Ядерщики, испытатели, ФНПР-овский профсоюз и наша защита. Но ядерщики, испытатели, в своем, как говорится, отдали полномочии ФНПР-овский профсоюз. СТК и что прочее. А новому КЗОТу нет этого. СТК только упоминается в уставах предприятия. Если бы как по-старому КЗОТу, там уже не важно, сколько членов профсоюза, чего. Добились эти вот шмаковцы и все прочие, добились вот этого. Что? Хочу сказать, то, что была у нас создана комиссия, попал договор, когда каждые стороны предоставили свои проекты. И это почти длился процесс целый год. И дотянули до принятия нового КЗОТа. И что получается? Сейчас весь код договора, который подписал тот профсоюз, числился в него больше, да? Выхолощен. Ну, или, одни едет. Мозынковы едет там. Все, больше ничего нет. Конкретику всю выкинули. Но, но, я хочу подчеркнуть, так как нас они там боятся, наши предложения там остались. Даже в том смысле наши предложения остались. Неосвобожденные члены профсоюза и администрация им обязана делать задействие. Есть на конференции, ну и на прочие такие вот мероприятия. Понимаете? И это уже достижение при нашем новом КЗОТе. Если мы так работать не будем все, а только будем вот так вот договориться, то, увы, ничего не будем. Мы с дожди гнадами. Я просил, говорю, нет, остановитесь. Я говорю, нет, я сказал, минут 10, да, но если вам нужно будет, остановитесь. И вот я хочу, ребята, сказать, не надо обольщаться ни на что, там чего-то. Как колдобор заключать? Вот у нас там это, да, 2-3 человека. Никогда ничего не сделают. Извиня за мое такое выражение. Нужна мощная организация. Нужна в организации подготовка людей к этому делу. А если люди идут, не надо улыбаться, а если люди идут, которые не знают ничего, то, увы, никогда колдоговор не заключите вы. Вас обведут как этим. И сделают как им надо. И вы подпишите это дело. А потом будете сами же варежку открывать. И это вот так. Я вас об этом предупреждаю. Если вы хотите, сделайте вначале у себя мощные организации и заключайте их потом в колдоговорах. Ну вы правильно. Вы можете, пока не мощные организации, но можете любить там чего-то свои, вносить предложение. Это да, это будет хорошо. Плюс вам. Если они у вас пройдут. Но не будет мощной организации, не будет мощной базы, вы нули. По новому взору. Прежде чем чего-то говорить и чего-то там, надо посмотреть. Кзот, чем он бесит и все прочее. Вот мы сейчас открываем по новой. Университет мы его и не закрывали. Новое обучение. Сейчас пойдем. И по кзоту вопросы. И по прочим вопросам, и по прочим, и по прочим, что касается, согласно кзота, мы людей будем учить, людям будем говорить то, что нужно делать. Почему у нас организация не падает, а растет? Сколько людей ушло на пенсию? Вот даже у нас в институте, у нас наших членов, полтысячи человек ушло на пенсию, но мы численность не потеряли, потому что у нас люди идут к нам. Это уже о чем-то говорит. У нас есть база мощная, мы со всем миром связаны. Но если базы нет, тогда ноль. Ребята, надо работать. На предприятии. Если хотите, по полдоговору, давайте будем сейчас обсуждать, задавать вопросы. Я уже не первый полдоговор в комиссии заключаю. Сколько проектов своих представляли? Вот. Что? Сколько проектов своих представляли? Мы представляли два проекта. Уже, как говорится, но каждый проект по три года. Это наши исследования. Первый проект у нас замечательный был. Там наши были. Сейчас вот этот проект, короче говоря, как по новому зону, там, если, как говорится, профсоюз имеет 80%, то есть 50 и, скажем, 1%, они только заключают. Колдоговор, да? Но, увы, нас не отбросили. То, что наши предложения все учтены, то, что мы с администрацией переговорили, у нас все удовлетворили. И поэтому нет рост в вашей организации. Нет. Увы. Вы думаете, только рост организации в этом? Нет. О том, что мы работаем с людьми. Мы работаем с людьми. Мы даже, мы, вот даже я вам скажу одно, вот я сам лично, вот работаю в Дмитриевче, да, в ней большая организация, 18 тысяч человек. Работали на заводе, у нас 4 тысячи человек. На заводе я вот сам писал, даже сам писал эти положения о премиальных условиях, где было 70% администрации, получала рабочие, получали 30%, да? Сейчас все перевернулось по-другому. Сейчас все делается комиссионной, создали комиссию, все. Даже до директора завода дошло, да? И вот сейчас это поддерживает, все. На базе наших, на базе наших положений пошли институтские положения. И это работа профсоюза. Люди это видят, люди это ценят. Ни один судебный процесс мы выиграли. Ни один судебный процесс мы выиграли. Ни один профсоюз не встревал, чтобы с администрацией судиться или чего-то. Мы эти процессы все выиграли. Даже у нас один процесс был 8 месяцев. Там по 2 адвоката было. У нас 0 адвокатов было. И мы их задавили все равно. И ладно, все. Иван Петрович, последний вопрос. Ты что, считаешь, что не надо кол договором заниматься? Нет. Кол договором? Нет. Я хотел это. Я просто ответил на вопрос и сказал то, что... Просто у меня революция говорит. И вот договор. Подождите, ребят. Кол договор обязательно надо заключать. Но его надо завязать. Вот в этом взоте, да, в этом взоте там слишком много изъят. Его надо завязать так, то, чтобы, как говорится, ковар носа не подточил. А вы не улыбайтесь. А вы почитайте взоте, изучите его внимательно, а потом посмотрите. Очень много изъят. И очень хорошо можно приспособиться к нему. И эти даже не рубятся, что происходит. А когда уже договор заключишь, там уже все. Кол договор уже выше 600. Все. Товарищи, секунду, я напомню. Мы говорили, что, чтобы таких выступлений не было, как у докладчиков, договорились разбить вопрос, первый вопрос о коллективных действиях на код-вопросы. И по каждому вопросу человек может выступить по одному разу, до 7 минут, чтобы пересказывать все свои заслуги. Пожалуйста. Что значит, чтобы на сегодня пересказывать по этим вопросам? Или все подряд, за 7 минут рассказываете? Да, я буду составление проекта. 7 минут тогда вот. Потому что, когда составляется проект, то есть какие-то общие листы... Представляйтесь, потом по трибуну. Или мне придется... Да, ну, председатель, да, ну, председатель, Аргунов Александр Юрьевич, председатель Межрегионального профсоюза железнодорог. Межрегиональный, потому что сейчас у нас в профсоюзе, то есть, меньше 40-40 миллионов. Но на железных дорогах и на предприятиях, которые каким-либо образом связаны с железной дорогой, ну, вот тот же Гачинский электротехнический завод, они выпускают, ну, какие-то там приборы, детали для железной дороги. Ну, они по факту вообще-то железнодорожники. Или вот Толмачевский завод ЖБИ. Там вообще железнодорожные изделия, но они выпускают их для железной дороги. Поэтому, то есть, Лужский абразивный завод, там вообще просто абразивные круги выпускают. Но железная дорога их используют, поэтому и там тоже есть приличная организация. Это неважно. То есть, с железной дорогой, по идее, у нас связаны практически все производства. И если люди к нам приходят и хотят создать там себя профсоюз, чтобы не делать, ну, велосипед смысла нет, да? Мы просто там создаем первичную организацию своего профсоюза, учим их работать, и они работают, естественно, по наработанному опыту, то есть, чтобы не делать ошибки, которые уже сделаны, и хватит на них уже учиться. Лучше учиться на чужих машинах, скажем так. Но организуется вот этот колл-договор, когда заключать. Есть он заключает, люди его хорошо, молодцы. Есть используют те колл-договоры, которые заключены уже, что мы, допустим, делаем. Потому что предприятие очень большое. Вообще на железной дороге больше полтора миллиона работает. А Октябрьская железная дорога самая крупная, допустим, из всех дорог. Там 120 тысяч работают. А всего дорог 17. Но и набрать большинство на Октябрьской дороге, то надо набрать 60 тысяч и еще там 500 человек. Тогда будет большинство. Это нереально. Пока на сегодняшний день. Можно сделать что? Те коллективные дела, которые заключены уже, на дороге, на послевое даривное соглашение, на министерство, мы их используем. То есть, если работодатель нарушает какие-то положения, вот мы за это цепляемся и заставляем их, эти положения, исполнить. И другое. Если есть какие-то постановления правительства, допустим, ставим, с 83-го года постановление правительства СССР, о том, что на производство, на любых, там, не только, вообще везде, да, за стаж работы на предприятии, дополнительные дни кодпись. Есть такое положение, оно на сегодняшний день действует. У нас в 98-м году в коллективном договоре исключили пункт о предоставлении дополнительных дней. И с 99-го года не давали. Мы подали иск в суд от 97 членов профсоюза. Выиграли этот суд и за 9, за 3 года прошедших уже, и на 9 дней к отпуску дали. А с начала этого года для всех работников железной дороги Октябрьской эти 3 дня за выслугу ввели. И это хорошо или плохо? Это хорошо. А почему они это сделают? Чтобы люди, зная, что для членов этих профсоюзов, там, РПВЖ, Железнодорожник, это действует, а для Росправжевых, то есть офицеров, которые не действуют, они бы, естественно, пошли в этот профсоюз. Сейчас не пошли, ладно, там, ну, пошли, конечно, что не в такой степени. Что делается? Трудовой кодекс, во-первых, не к ЗОД. Про ЗОД надо давно забыть, с 1 февраля у нас действует трудовой кодекс. Так вот, он, с одной стороны, очень положительный урок себе. В чем? То есть, если профсоюз реально защищает работников, то, значит, люди пойдут в этот профсоюз. А тот профсоюз, у них там очень много представителей работодателей, членов профсоюза, это само собой, так и еще членов выборных органов профсоюза. Естественно, они работу профсоюза тормозят. То есть, ну, начальник предприятия, член профкома, он само собой будет как-то блокировать работу профсома, если она направлена против работодателя. Значит, работы люди не видят, практически. Кроме социальных каких-то, то есть, материальная помощь бабушки, которая вышла на пенсию, я согласен, это хорошо. Дело в том, что профсносы-то собираются для работы профсоюзного органа. Только для этого, в основном. Но если есть лишние средства, то, конечно, может там быть, материальная помощь, еще что-то, что мы иногда тоже будем. Но это не основное, это дело 28-го, материальная помощь там работа. И поэтому, то есть, если люди видят работу профсоюза, ну, вот у нас профсоюз молодой, пятый год только пошел, в конце июня 98-го года мы просто организовали, еще тогда 30 человек. На сегодняшний день у нас уже 11 первичных организаций, ну, в некоторых там не очень много людей, а в некоторых руководства, в некоторых и больших. Это совсем другой вопрос, но дело в том, что люди видят работу организации. За 4 года мы выиграли 41 дело в суде. Больше миллиона рублей члены профсоюза вернули, то есть работодатели будут. Ну, там то, что 6 человек на работе восстановили, в том числе и меня, то есть поначалу они пытались сделать что, поначалу пытались просто удавить организацию, то есть лидеров повольнять, думают, ну, они там работу найдут, люди с головой, а остальные разбили. Не получилось, не стали из-за работы. Правильно сделали. То есть, значит, заработную плату с индексом 3.81 вернули. То есть процент довольно приличный, и можно жить. Теперь дальше. Если составить хороший проект, об этом уже говорили, смысла нет, давайте. Даже не составляет свое, но, конечно, естественно, лучше брать опыт других, чтобы на пустом месяце начинать. Ну, то, что это до переговоров начинать, все знают, все понятно. Вести переговоры, само собой в комиссию по проведению переговоров лучше выбирать тех, кто уже имеет опыт работы. Профсоюзный, другой. И не надо стесняться брать помощь на стороне, то есть консультироваться, иногда там чуть не по каждому пункту, который непонятно, как лучше это составить. Это уже просто дело техники. А вот другие коллективные действия, это вот как раз, я считаю, это намного интереснее. То есть, если профсоюз вот посредили для чего-то, для какой-то одной цели, вот массовое сокращение, чтобы его предотвратить, профсоюз, толпа побежала, ладно, обошлись без сокращения. Все? Нет, больше. Ну, зачем? Ну, сидят там, никто ничего не делает. А вот когда есть цель перспективная и не одна, и вовлекаются люди, вот сейчас у нас, ну, то есть один из проектов, вот будем его в конце октября, мы будем уже начинать его, то есть по вовлечению новых членов и по работе с молодежью. То есть мы выбрали тех, кто реально будет работать, ну, молодых работников, направим их на этот семинар, там юристы будут проводить обучение, ну, сотрудничаем так же, как и докеры, Питера, вот это каналы, диспетчеры, летчики, бургодники, там многие другие профсоюзы, вот, юридический центр ЭГИДа у нас работает в Питере, мы с ним сотрудничаем, они проводят этот обучающий семинар, будут там обучать профорганизаторов, и потом дальше с ними работать. Мы установили у себя, тоже все понимаем, да, живем в каком обществе, с человеческим таким лицом, у нас капитализм, вот, рожа страшенная, то есть там, если увидишь переценант, то можно заединить, стать, вот, поэтому, материальные отношения, я понимаю, я вижу, материальные отношения, значит, у нас тоже много, значит, для работы, тем более, зарплаты на всех, вот, мы придумали хитрый способ, то есть, и у себя на Дорожном комитете, в профсоюзе, решение принято, вот, профорганизаторы, которых мы обучим, вот, за каждого нового члена, они получают, то есть, если человек сам пришел, ну, и ладно, пришел, а если они, вот, его приняли в профсоюз, то они получают, в виде, вот, 5 человек принят, в виде премии, за каждого 50 рублей, а если они создали новую первичную организацию, где-то на другом предприятии, то еще 100 рублей, дополнительно, это и материальный стимул, да, для вот этих профорганизаторов, а так как 2% вступительный взнос, да, в профсоюз, от зарплаты, то этот вступительный взнос, там все равно будет рубля 60, 80, 100, то есть, эти 50 рублей, они покрываются, вот, но зато этот человек, новый член профсоюза, как минимум, будет платить все время взносы, и мы сейчас это делаем не по ведомости, потому что, если новый кодекс, обязал работодателя, безвозмездно, одновременно зарплаты перешлят, пусть они это и делают, человек в преступлении пишет заявление, перешляет взносы на счет, так вот и все, и очень правильно, то есть, и пользоваться этим трудовым кодексом, а не к зодам, им пользоваться надо, его надо изучать, и комментарии, комментарии, это мнение отдельного юриста, или отдельного специалиста, про закон, у юристов есть такое правило, как закон, или там, что угодно, договор или что угодно, любой акт, пишется, так он и читается, как он читается, так он и понимается, а все остальное, это от лукава, то есть, если есть, вот, написано, вот, выплачивать индексацию, там, 1,3, ставки, рефинансирование, центробанка, если не будет другого, в коллективном договоре, по индексации, значит, и будут люди получать, я извиняюсь, полторы копейки с тысячи, ну, то есть, очень мало, там, это индексация, работодатель, по барабану, они не будут выплачивать зарплату, и согласны, через суд, потом, заплатить индексацию, через 4 месяца, с 10 тысяч рублей, 217 рублей, ну, подсчитывая, ну, и надо это кому-то, никому не надо, правильно, Михаил Васильевич сказал, есть, самозащита своих прав, это одно, есть коллективные действия, так это можно совмещать, а уж вариантов, вариантов, выше крыши, поэтому, если профсоюз будет работать, значит, что он будет, а то, что вот мы герои, а вы не герои, да все мы герои, все мы молодцы, все мы люди, и если других привлекать, как можно больше, вы говорите, что, ребята, никто за вас ничего не сделает, добрый дядя не придет, и не сделает вам хорошую жизнь, но дело в том, что если мы знаем, что подполковник, урод, и он, естественно, делает все в интересах крупного капитала, ну понимаете, кто такой подполковник, маленький, которому скоро будет 50 лет, да, Путин у нас такой, вот, бывший подполковник, кстати, в университете был по надзору за иностранными студентами, Питерс, майором, правда, вот, вот, он ничего для вас не сделает, говорите ему все, что угодно, у него должность такая, делать-то ничего не будет, потому что в нашей думе, там нормальных людей, по пальцам, на одной руке, может быть хватит, может не хватит, но на двух-то точно хватит, парцам, чтобы сосчитать нормальных, там, людей, да, ну взять Шейна, тоже, Невзорова, Шурика, он голосует, кстати, мы смотрели, как голосует, ну, не Шурика, Александр Глебович, конечно, тут же, что же, кто-то хочет, парня, голосует все время четко, и по Трудовому кодексу, и по Единому социальному налогу, и по, почему только не возьмите, даже вот проект, который вроде, Олег Васильевич носил, да, про прекращение полномочий, депутат, да, прекращение полномочий депутат, не прошел, там, что-то 97%, вот, так вот, невзорова, то есть, ну, там много чего, хороший парень, но он ни от какой партии, сам от себя, тоже, значит, будет делать выборы, куда приходить, и вот, то есть, мало их там, понятно, в правительстве там вообще, то есть, ну, тварь на тваре, тварью погонять, это ясно, так, а вы застойны, и мы в том числе, да, такого правительства, вы же ничего не делаете, бросите, и все, поэтому, думать надо, и делать надо, что-то, и целенаправленно, то есть, ставить цели действительно большие, а не только колдоговор, колдоговор может быть, и не будет, но тогда, когда организация будет иметь, нормальный, авторитет, потом будет колдоговор, он может сегодня даже и не может, все равно, нет возможности отследить, выполнять процесс, а когда есть возможность отследить исполнение, то, отслеживать исполнение того, что есть колдоговор, и вносить туда изменения, сейчас, кстати, по новому трудовому кодексу, раньше не было этого, а сейчас, в трехмесячный срок, обязаны его подписать, и работодатель, и работа, тогда они могли годами не подписывать, и еще сейчас, вот эта глупость, что 50% в один голос, ура, а остальные все по барабану, нет такого, 50% в один голос, важно, наизуально многочисленная организация, легко, она, там, доминирует в этой комиссии, от работников, но любой другой профсоюз, в котором даже 3 человека, как минимум, одного представителя своего, может выдвинуть, его обязаны включить в эту комиссию, по тому же, новому трудовому кодексу, обязаны, если там 4 профсоюза, из них один большой, доминирующий, но там все, в основном, бревянные, они там своих 15, а от 3 маленьких, ну реальных профсоюзов, ну не важно, как называть, свободные, независимые, неважно, реальные профсоюзы, от них по одному человеку, и они внесут свои предложения, которые потом, не дадут выкинуть, а просто внесут протокол разногласия, это все, это победа, или часть этих предложений вносится в тот договор, о котором они вносятся, протокол разногласия, сразу в коллективный трудовой спорт, или все вносится, ну тогда что вы еще хотите, больше ничего не надо, и вот тут передо мной выступал товарищ, говорил, что работодатели тупые, глупость это, нет там тупых, потому что есть поговорка, если ты такой умный, что ж ты такой бедный, и нет там тупых, все они умные, все, но они умные в свой формат, и они, может быть, какие-то законы не читают, но они лоббируют свои законы, это трудовой кодекс, лоббировали работодатели, а государство, самый крупный работодатель, и все остальные законы, единый социальный налог, 13 процентов, тоже они лоббировали, это в их интересах, а не в ваших, нет там тупых, то, что у них юристы деревянные, это ладно, они их набирают, там зарплата 4-5 тысяч, то у юриста, туда нормальный юрист не пойдет, туда идут тупые как раз, а работодателей, у них тупых нет, там очень много умных, если мы на низовом уровне, где-то поставили, какого-то вот такого, с головой не дружим, так это они специально туда поставили, и они на него пальцем тычут, а он делает то, что ему скажут те, кто сверху сидит, умные, но только они по телефону говорят, документов подтверждающих нет, а он их не сдаст, потому что они ему скажут, тебя выгонят, мы тебя пристроим, а если ты на нас попрешь, то ты не докажешь это раз, а мы тебя знаем, и все, нет у них глупости, это ошибка, то есть недооценивать противника, они противники, то есть тут действительно классовая борьба, рабочие и работодатели, и они хотят сделать вот этот дикий капитализм, так мы этого не хотим, поэтому не надо недооценивать противника. Спасибо. Вы, по первому издумлению, указывали на время, сами перебрали регламент два раза, как договоримся, все будут выступать по 15 минут? Да, я говорю, 7 минут по каждому из животного. Да, если вы говорите по одному и конкретно. А по каждому получилось всего только по двум. Просто по всему, просто выступал только одно. Следующий. Нет. Нет. Представляться не забудьте. Я за двоих. Он не думает. Я хотел бы остановиться вот на чем. Ну, в первую очередь, полдоговор. Конечно, полдоговор – это очень хорошо для союза. Но вот у нас, например, в оперном театре, председатель нашего правкома, когда начинает работу по подготовке к новой полдоговорной кампании, он как? Так, идет там, по коллективу, говорит, вот есть вот такое предложение. Как? Хорошие? Хорошие. За нее бороться будете? Володя, как бороться? Ну, там. Да, сюда. Да нет, пожалуй, не будем. Так, вы чертите. Следующее предложение. Как? Будете бороться? Нет, не будем. Вы чертите. Так ведь хорошее. А что, бороться не будете все равно? Вы чертите. И вот так вот после этого, после этого, остается у него то, за что люди согласны бороться. А бывает так, что и не остается такого. Тогда просто-напросто все эти вещи, этот вопрос закрывается. О чем это говорит? Это говорит о том, что о колдоговоре в реальном, так сказать, аспекте имеет смысл вести речь тогда, когда есть определенный мобилизационный потенциал для его продавки. Хотя бы хоть в каком-то виде, хоть в виде какого-то одного, одного, но реального, полезного для работы, пульта, да, тогда есть виск. Второе. Что касается работы над самим, над самим проектом там и так далее. Ну, я здесь так прикинул, ну, я не знаю, на базе цифры у меня, конечно, так нет, но тут Михаил Васильевич сказал, по поводу, сколько времени Константин Васильевич Федотов работал на колдоговор, я так примерно прикинул, сколько мы за это время платили жалований в профсоюзе там и так далее. Ну, вот у меня получилось так, что примерно, примерно, если учесть, что 5 проектов колдоговоров подготовлены с этим Васильевичем за это время, то головной проект примерно 10 тысяч, остальные проекты по, остальные проекты по 3 тысячи рублей. Ну, проектанты-то знают, что привязка какого-то головного проекта к объекту с коэффициентом 0,3. Ну, конечно, я не ручаюсь за точность цифр, но с точностью до порядка, я думаю, я попал. То есть, затраты профсоюзной организации на разработку или даже привязку какого-то очень хорошего проекта к своему предприятию, ну, оно измеряется где-то вот примерно 4-значной суммы. Я имею в виду до, до, до открытия официальных переговоров, то есть до того момента, как людей освобождают и им платы средний заработок. Поэтому я хочу сказать вот еще о чем. Не все, не все профсоюзные организации могут себе позволить вот такое или потому, что не хватает, так сказать, мощи не хватает или не хватает финансов. Тогда есть другой вариант, вот о чем Александр Юрьевич очень правильно сказал, иные способы коллективных действий. И вот здесь я хочу поделиться одним примером недавним. Вот нижегородцы, здесь особенно Саровичи знают, но и многородние могут еще не знать. Есть у нас очень небольшая организация операторов по диспетчерскому обслужу лифтов в Нижегородском соцпрофе. У них там была такая проблема, то есть встала такая проблема, и у них передали жилой фонд с балансом на другую организацию, и им там сказали, что вы будете дежурить сутками, как раньше, но будем оплачивать только 23 часа, а 24 часа будет у вас обед, оплачиваться не будет. Хорошо? Тогда значит на обед будем пульлифты отключать, пульты запирать и идти обедом. Директор сказал, так, неофициальное действие, я у себя не потерплю никаких судебных тяжек. Я к нему ходил, говорил, что вы что хотите, судеб прописаться, там все такое. Потом сказали, не, не потерплю ничего. И мы организовали, провели так называемую листовочную атаку. Выпустили две листовки. Листовочки такие лежат на столе, здесь желающие познакомиться уже с ними. Одна, внимание, работник в обслуживающем ИФТ-ИФ, где со ссылкой на статью Турного кодекса указывается, что определенные работники могут делать вот так, отключать и идти обедать. Пришли с обеда, лифты включили. И вторая листовка маленькая, внимание, сожидов лифта. Вот в связи с тем-то, тем-то, тем-то могут быть перерывы в работе лифтов. Эти листовки расклеили в очень небольшом количестве, но по разным районам города. Как нам довезли через некоторое время в этом предприятии, где у нас в Советском районе есть лихтовики, разговор пошел за другой. Но вот если вы нам докажете, что мы вам должны оплачивать этот 24-й час, мы вам, конечно, будем поплачивать. То есть это уже так, что нет, не то, что разговора не будет, но вот вы нам докажите. Тогда мы скажем по-другому, так, хорошо, тогда скажите, какое вам нужно доказательство? Просто закон показатель? Или может вам нужно письмо профсоюзного инспектора труда? Или может вам нужно предписание государственного инспектора труда? А может вам нужно судебное решение? Мы можем все что-то устроить. Вот, собственно говоря, каким образом можно действовать, отстаивая интересы работников, не всегда прибегая к коллективному договору. И при этом нисколько не умаляется ценность коллективного договора. Где для этого есть ресурсы, там безусловно я обеими руками за. Там, где ресурсов не хватает, там надо искать какие-то другие способы. И вот, товарищ, о чем я хочу сказать. На всех предприятиях, которые так или иначе задействованы в сфере обслуживания населения, можно применять вот такой тактический прием. Если ущемляются интересы работников, обыграть это так, что ущемляются интересы населения. И поднимать население против тех работодателей, которые делают гадости. Например, вот это у нас вторая листовщая атака, первая, тут есть много товарищей что сколько? Без проблем. Была еще первая листочная атака, где мы советовали, в связи с тем, что тоже лифтовиков хотят там объегорить, советовали пассажирам входить в лифт, имея с собой термос, сухой паек, ночной горшок кислородную подушку. Как рукой с него? Вот, собственно говоря, у меня все. Вопросы? Через председатель сущего. Нет, один вопрос коротенький. Скажите, а вот в ночное время, у вас 24 часа работают, как я понял, а вот такая норма, допустим, что в ночное время продолжится сокращаться на один час, как вы эту норму где-то используете и не используете. Там по-другому идет, там идет доплата за работу в ночное время. А так и 20 тысяч сзади. Все, вопросов больше нет? Спасибо. Пожалуйста. Зойков Алексей Анатольевич, начальник отдела охраны труда ООО промоэнергогаз 2 это Нижний Новгород. Ну я по телевизионным выступлением твоему не буду, так сказать, кто видел, не видел, посмотрите. Я буквально небольшое дополнение. Вот значит в настоящее время, как у было сказано в выступлении, это после того, когда был принят вот этот новый трудовой кодекс, сейчас идет разрушение службы охраны труда. Чем это выражается? Служба охраны труда пытается переориентировать на производственный контроль, который раньше так сказать и именовался как технический надзор. То есть чтобы служба охраны труда не занималась трудовым законодательством, так сказать, не занималась защитой трудовых прав людей труда, кто строится на наших предприятиях, происходит переориентация. Как это делается? Значит, на одном из прошлых собраний уже доклад здесь, что, допустим, по линии Газпрома у нас был выпущен так называемый систему управления охраной труда, где служба охраны труда в нарушении закона об основах охраны труда заставляет заниматься производственным контролем. То есть, чтобы меньше оставалось свободного времени, чтобы меньше оставалось возможности защищать интересы людей труда. И, значит, что, какие действия были приняты со стороны на меня, допустим. Я воспользовался, значит, новым трудовым кодексом, написал, значит, жалобу правовому инспектору, пришел правовой инспектор, просил, значит, не раскрывать, согласно нашего трудового кодекса, не раскрывать, так сказать, лицо заявителя, хотя, так сказать, оно потом впоследствии было раскрыто, поскольку правовой инспектор ответил, значит, на ее заявление через секретаря-директора прислал мне ответ, что ваша жалоба рассмотрена, так сказать, довелась работодателю, но не в этом случае. Значит, что относительно, значит, это как раз последний, четвертый вопрос, какие другие коллективные действия? Значит, в настоящее время я пытаюсь помутить своего работодателя заключить коллективный договор. Коллективного договора у нас на предприятии нет. Как я это делаю? Значит, я вам уже до этого сказал, что написал жалобу правовому инспектору, и постоянно его, значит, напоминаю, что существует такая статья 527 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть позволяющая отстранять, проводить дисквалификацию. Это отстраняет властных помочий, хотя механизм пока еще до сих пор не совсем ясен, но, так сказать, возможность такая уже у нас имеется. и относительно, вот здесь вот звучали, значит, в выступлениях прозвучало относительно обучения. Значит, согласно закону об основах охраны труда, работодатель обязан за счет своих средств производить обучение работников охраны труда. Охрана труда, это что, это включает в себя трудовое законодательство, и там технобезопасность, промо-санитария. Так вот, этим моментом также надлежит пользоваться, и в настоящее время вот я на своем предприятии как раз этого и добиваюсь. Значит, весят два предписания от технического, простите, от государства, раньше не технического назывались, от государственного инспектора и от правового инспектора, где, значит, моему директору предписано провести, значит, коллективные переговоры для заключения коллективного договора, пока оно, значит, не выполняется. И стараюсь я также добиться того, чтобы наш персонал, который должен быть обучен и тестовым согласно закону об основах охраны труда, то есть это начинает руководящийся состав, начальники цехов и кончаем мастерами, значит, этот вопрос пока так же не решается, но с моей стороны попытки для решения этих вопросов принимаются. Какие, вот я сейчас вам, значит, уже здесь объяснял. То есть, какая-то моя работа, хотя и директор у меня, в общем-то, разногласия, поскольку он, так сказать, частное предприятие, он мне все время тысячи в нас, частное предприятие, ООО. Я, значит, уже проходил такая встреча с коллективом, где высказал, что моя функция это защита прав и законных интересов работодателя и защита прав и законных интересов работников, а не быть помощником директора, как он мне высказался, что ты должен быть моим помощником. Так, вот немножко эти моменты я до всех довожу, что позиция такая может быть и со стороны службы охраны труда, а вот службы охраны труда, разрушения, которые, да, я вам говорил, пытаются провести согласно закону промышленной безопасности, где, значит, функции производственного контроля или технического надзора подложены на одного из заместителей и руководителей, как практически в этом законе. Но в нарушении трех законов, это, значит, конституция, закон об основах охраны труда и закон о промышленной безопасности, на службы охраны труда пытаются навалить обязанности производственного контроля, то есть обеспечения вот этих всех госбартехнодзоровских вопросов, чтобы мы вопросами охраны труда не занимались, чтобы отнять у работников последнюю возможность самим заниматься вот защитой своих прав. Ну, все, спасибо. А вы там в православии не пытались не пытались? не пытались. Вы проводите, требуете, чтобы вы проводили, значит, оплату за время обучения. За время обучения, да? За плотный инструктаж, за переведичный инструктаж, это вы имеете в виду, да? Нет. Это обучение охраны труда. Да, да. Значит, начиная от руководителя, значит, начальник цеха, значит, руководящий состав, должна быть институционной комиссии, прежде всего, обучена, аттестована, охрана труда, охрана труда, это начиная от трудового кодекса, конститута, трудового кодекса и так далее, технобезопасного промсанитария. Весь руководящий состав должен быть обучен аттестован. Дальше идет состав среднего звена, это начальники цехов и мастера, они также должны быть обучены аттестованы за счет средств работодателя. А это что идет? Это идет пропаганда трудового кодекса, даже хотя бы те минимальные трудовые наши трудовые отношения должны быть до коллектива донесены. А администрация пытается этот момент проскочить и чисто идет оформительский значит момент какие. Протокол просто подписался, а люди не обучились, не аттестовались, а им значит написали бумагу, что они обычно аттестованы, а знают, что это людей не доводится. Я думал, что вот эти все инструктажи, которые проводятся, относительно трудоустройства человека на работе нет для необходимости сразу требуют, чтобы оплата на это время была, человек начинает уже на работе. Значит относительно инструктажи, я работаю начальником отдела охраны труда, вводный инструктаж читает служба охраны труда. Это уже консультация пошла, это можно проверить. Вечером у нас времени, войдет, когда-то много, не помрем, не подняем. Вы говорили тут об обучениях, вопрос интересный, но это вот руководящего звена. А вот как у полномочной по технике безопасности в цехах? А вот, кстати, этот вопрос можно и в коллективный добр внести, я так понимаю, это, к сожалению, еще не важно. У нас внесет. Я не доказал, что ваш коллективный добр, буквально завтра я отвечу по вашему коллективному добру, я просто не изучил еще до конца ваш коллективный добр. Суперяцлавович Михайлович, дорогой урочи радиоаппаратуры, Заводорик Ромаш, Нижний Новгород. Вы тоже по всем вопросам сразу? Да, наверное. Как успею. Василий Иванович попытался, так сказать, выстроить немножко наше обсуждение, но какое-то странное, извилистое получается обсуждение, значит, я постараюсь все-таки удержаться в этом, так сказать, в этих вопросах и именно в том вопросе, который мы вообще обсуждали сегодня, о коллективных действиях. Опыт завода Электромаш, значит, коллективных действий у нас было самых разнообразных и большое количество. Значит, от забастовок на уровне бригады участка до общезаводских, которые длились по три-по четыре недели, значит, коллективный трудовой спор, все эти, все, все мы проходили, все мы проходили. Значит, ну, сейчас уже, так сказать, люди самого разного уровня говорят, что только благодаря тому, что вот коллектив организован и, так сказать, борется завод еще жив, потому что по всем планам мы должны были бурить три года назад, когда нас довели. Вот, но мы живем до сих пор. Значит, ситуация на заводе улучшается, но незначительная, еще усилий на этом нас прикладывают. Значит, но что интересно, вот единого, что от чего-то такого, единого, долгосрочного, на чем победить людей и сформировать их понимание необходимости не разного выступления, а повседневной работы, вот повседневной деятельности, организованной, так сказать, взаимной поддержки и так далее, вот такого мы не достигли в процессе вот всех этих боев. и поэтому почему я сегодня сторонний того, что коллективный договор является основой, ну вот здесь вот успеха коллективных действий, вот я бы немножко по-другому поставил, значит, коллективный договор, его составление является основой организации коллектива, коллективной организации коллектива, вот это база, которую коллектив в состоянии организовать, что такое коллективный договор, с моей точки зрения, ну и не только с моей, я полагаю, коллективный договор, это сформулированные интересы трудового коллектива, документально сформулированные, собранные вместе, значит, этот документ важен, с одной стороны, чтобы люди поняли свои интересы, осознали, вот это вот очень важный момент, и второе момент, чтобы люди, значит, вот дальнейшая работа по коллективному договору, организовались для того, чтобы эти интересы отставили, вот это базовая позиция, от которой, ну, так сказать, которая для школ договора присуща, скажем так, поэтому, значит, коллективный договор, здесь говорили, а то по рентабельности, я не понимаю, что такое себестоимость коллективного, составление коллективного договора, как я, например, не понимаю, сколько стоит доверие, сколько стоит уважение, я не могу это в деньгах, и так же составление коллективного договора, мы, значит, три месяца вот здесь составляли коллективный договор для завода Красной Сорновой, сколько это стоит? Четырехзначные цифры, сказал, можно перейти значные, нулей можно наставить сколько угодно, главное, чтобы единица была, единица у нас есть проект коллективного договора, а нули, представляете, нули представят люди, которые этот коллективный договор воспримут и начнут действовать, так сказать, для того, чтобы его принять, для того, чтобы его внедрить в себя на предприятие, вот это вот нули, может быть восемь тысяч нулей на Красном Сорновой столько людей, вот один коллективный договор и восемь тысяч нулей, вот вам цена коллективного договора, поэтому пересчитывать вот такие вещи несерьезно, есть специфика на каждом предприятии, бесспорно, значит, я очень внимательно просмотрел, изучил даже, так сказать, в подробностях коллективный договор, проект Красного Сорнова, вот проект Красного Сорнова, с моей точки зрения, у нас разные предприятия, разные производства, разная специфика, и тем не менее, адаптировать его, значит, к условиям завода электромаш достаточно просто, я его посмотрел с точки зрения, скажем, химического непрерывного производства, адаптируется, я работал на непрерывном производстве, тоже представляю, что такое, адаптируется, понимаете, то есть, основа у нас сейчас появилась, коллективный договор, надо обязательно делать до начала переговоров, значит, у нас на заводе сейчас стоит вопрос о новом коллективном договоре, в связи с изменением трудового законодательства, я считаю, что это вам вообще надо принимать везде, трудовой законодательство изменилось, фонтаревский профсоюз, раздал методички, первичные организации, я его посмотрел, значит, это классика, разделы, кстати, сходятся один в один вот с тем, что мы доложили в колдоговор в проект Красного Сурмова, так, но все пункты обозначены статьями трудового кодекса, шаг влево, шаг вправо, дадим стоктейльный случай, поэтому, по этим методикам, даже сами ФНПРовские, у нас председатель правком посмотрел и говорит, еще с этим делом, будем переписывать трудовой кодекс, они даже, они даже не воспринимают, ну, на низовом уровне, поэтому, значит, у нас есть определенная неготовность, так, и мы должны, мы должны, значит, проекты, готовить и вносить, но вносить их надо сначала работникам, чтобы максимум людей ознакомилось, значит, когда ходят и говорят, вот есть такой пункт, будешь за него бороться, тебе ответят, я так, 99 из 100, вот за этот пункт я бороться не буду, так, а вот, когда есть система сформулированная, где интересы человека увязаны по всем направлениям, он уже вот так сразу не скажет, он сначала подумает, и тем более, если у него есть альтернатива, которую он посмотрит, где его стараются унизить, он в определенном мере вынужденно скажет, да, я это поддержу, во всяком случае, поддержка нужна от людей, как Айруху, поднимей, и вовремя. Ведь в основном это, значит, рассчитывать на то, что активно будут участвовать в составлении коллективного договора, не рассчитывайте. Вот обсуждать коллективный договор, готовый текст, обрабатывать, предлагать что-то, да, вот здесь будет активность. Но рассчитывать, что без рыбы, без основы люди что-то предложат, нет, не предложат. В основном нет. Надо человека зацепить, надо его заставить думать. А это очень тяжело. Это очень тяжело, когда человек здесь не должен быть. Значит, поэтому коллективный договор надо подготовить и обсудить в коллективе, обсудить это что? Это его распропагандировать, до начала переговора. А вот до переговора идти уже с проекта. Причем ни в коем случае администрации до начала переговора. Как рассказал? Значит, как начинать переговоры? А вот как вести переговоры, так, тогда я выключил. Какой-то перерыв, да? Время Делать перерывы, да? Конечно. Время уже по часу. Можно обед перерывы делать? Я говорила, если обедили не разжим. Нет, без 15 года. Я думал, что хорошо его делать. Ну, в общем, советоваться не будем. Мы как по рекламенту работаем. сейчас мы объявим перерыв на обед. Значит, сколько надо? Час? Ну, сейчас-то надо, да? Вход как-то, сейчас-то. ... этих вопросов. И скажу, что колдоговор нужен, который подбирает вот эту борьбу, нашу организованную, дошедшую до определенного уровня, мы ее колдоговором подтащили, идем дальше. И вот, чтобы не останавливаться, как, ну, ясно, и отсюда и коллективные действия, и колдоговор, вот из этой фразы ясный, для чего. Ну, вот, посмотрев колдоговор сорновичей, там у них вот выдвинуты положения о минимальной заработной плате на прожиточный уровень. Вы знаете, какой сейчас разброс заработной платы по стране? Рынок не установил заработную плату автоматом, как Гайдар говорил, что, вот, рынок сам определит стоимость рабочей силы. Мы видим, вот, отчаянное сопротивление всех этих работодателей, чтобы не дать заработать, чтобы держать, вот, значит, на минимуме нас всех. И мы вот в Ивановском регионе дешевле, чем в Ярославском, дешевле, может быть, чем у вас. Какое-то предприятие в Москве, которое в общей сложности в Москве завидует, да? А, вон, Василий Иванович говорит, что у них тоже заработная плата никуда не годится. И вот этот минимальный-то уровень, это та планка, которая, в общем-то, нам ничего не дает. Если мы жили, признаться, как говорится, и нас в пять раз понизили, да, то этот минимальный уровень нам дает, может быть, там, ну, от силы, ну, 10% улучшения жизни, да так и на кой черт мне, значит, если я только чуть-чуть поднимусь и работать вот на всю эту свору. Вот здесь вопрос сложный. А о заработной плате нам надо говорить. Вот в рабочем деле была хорошая статья, я ей пользуюсь, о том, вот, о тарифах, как на Западе, сколько, чего получают. Вот тонна годного, ведь я знаю, что точно в Германии стоит две с половиной тысячи долларов и 1200 идет на заработную плату. У нас не поймешь сколько, как вот от этого. И вот нужна бы, как и на, вот такая четкая пропаганда нам, вот, чтобы поднять коллективы, вот на все это. А так-то минимально, вот у нас минимальный уровень по нашей Ивановской области это 1900, 1700. Значит, 1900 это у работающего 1300 пенсионера. Средние вот по промышленности 2400. Вот такие ставки. Ну, удовлетворяют ли они нас? Конечно, не удовлетворяют. А так, вот конкретно по этим всех. Конечно, проект полдоговора надо составлять заранее. И готовиться к нему, и выбирать моменты, когда нанести удар. Но выходит ли? Опять у нас вот из 1300 предприятий только в одной трети заключены колдоговоры. А те, кто вот работают на домнике у нас, вот женщины, те вообще не охвачены ни профсоюзом, ни всем. Вот такие ситуации. Я просто продолжу по этим вопросам. Значит, у меня остались два вопроса из этих, которые я наслаждал в своем первом выступлении. Это как вести коллективные договоры и какие другие действия, значит, возможно на вестих условиях. Значит, ну, как вести переговоры? Значит, на мой взгляд, тот вариант, в общем-то, один единственный. Переговоры надо вести в соответствии с действующим законодательством, причем очень желательно, очень желательно. Вообще не вступать ни на одну букву от методик, которые заложены сейчас в действующем законодательстве, и требовать такого же исполнения со стороны администрации. Это очень важный момент. Почему? Потому что в процессе переговоров, я знаю, это практика, вот, и у нас на заводе раньше была в процессе переговоров, значит, поговорили, да, вот, что-то там решили, пожали друг друга, руки и расстались. Значит, я обращаю внимание, что, вообще, так вести себя уже нельзя. Сейчас все надо заносить на бумагу. Рукопожатие, разговор, никуда не приложишь. Значит, только то, что есть на бумаге, является документом. Вот, очень важный момент. А вообще говоря, для этих переговоров самый главный, первый момент, который надо, так сказать, очень строго отсмотреть, организовать и реализовать, это формирование комиссии. Вот, при формировании комиссии со стороны администрации это нас, вообще говоря, мало интересует. Вот, а формирование со стороны трудового коллектива, вот это очень важно. И вот здесь очень большую роль играет работа, которая была проведена на этапе подготовки, на этапе формирования на самом коллективном подготовке. Это просто. Когда он обсуждался в коллективе, когда, так сказать, формировалось мнение у работников предприятия, чтобы они поняли, если они правильно воспримут смысл этого коллективного договора, то они сформируют комиссию со своей стороны, также на предельных началах, в комиссию вошли люди, которые бы не вступили от решений, которые приняли низ приличной организации, так сказать, коллектива цеховые. Вот это очень важный момент. Почему? Потому что, опять же, опыт нашего завода, завода «Нестра-маш», значит, собираемся мы своей частью комиссии, вот предыдущий полдоговорный. Проговариваем, что вот этот пункт, этот и этот мы можем допустить только в такой редакции. Прорабатываем все варианты, что нам могут предложить, почему мы с ними не согласимся, что мы будем настаивать на этом. Приходим, садимся, комиссия заседает, начинается, администрация несет нам, естественно, как раз те варианты, которые мы уже наработали, ответы на которые мы знаем. Из пяти человек один перекидывается сразу на ту сторону, второй начинает качаться. Настаёмся не шесть. Вот возможность такого надо по возможности исключить. Вот тут нас пять, их пять. Один перебежал, один воздерживается всё в меньшинстве. Знаете, и нам бороться очень тяжело. Очень тяжело. Когда... Когда... Сколько людей совершенно по барабану. Это вот внести. по закону. И рождения с него законодательства. И рождения. И рождения. Вот. Вот. Такой момент очень важный, который надо, чтобы представители во-первых, были тверды, во-вторых, были достаточно грамотны. Но первый параметр важнее второго. когда начинают напирать на то, что вот рабочие, они не знают экономики, они не знают того сего, что вот у работодателя нет денег, поэтому там можно уступить, я считаю, это неправильно. У работодателя деньги всегда для себя найдётся. Надо, чтобы нашлось для нас. Надо, чтобы был рабочий. совершенно верно. И нам вообще неинтересно, что у него прибыль падает из-за того, что он людям вовремя поменяет спецодежду. Значит, и вот очень важно, чтобы каждый шаг, каждый этап переговоров фиксировался в документах. Это очень важно. Документ, с ним можно работать. С словами вы скажете еще. Значит, ну и о других коллективных действиях. Вообще говоря, форм коллективных действий достаточно много. Значит, начиная от разрешённых законодательствам, я верю, не подтверждён денежным законодательством отказа отработать в связи нарушения правил охраны труда, невыплаты заработной платы и так далее. Это тоже форма коллективных действий. но у нас вообще задача организовать рабочих на то, чтобы они в конечном итоге пришли к управлению предприятием, к самоуправлению своему и к управлению предприятием. обороты государства, кто и мир и так далее. Задача у нас такая. Значит, эксплуататоры, чтобы исчезли, как-то королевцы. Способ только один. Диктатура пролетариата. Способ только один. Диктатура пролетариата. Значит, либо правит класс созидателей, либо правит класс эксплуататоров. Другого пути нет. Значит, пролетариат это класс созидателей. Вот он будет править, тогда будет все нормально. Можно спорить сколько угодно. я других классов просто не знаю. Может быть, есть какие-то новые веяния, может быть, Макса отменили уже. Я не знаю. Этого я, во всяком случае, в доказательной форме не видел. Значит, и в связи с этим, значит, это может быть не форма коллективных действий. Хотя, она тоже ведет коллективные действия, коллективные действия юн, скорее. Значит, мы пришли к элементарному выводу. Я думаю, что это понятно всем, что вообще вся деятельность всех работников предприятий, кроме рабочих основного производства, состоит, их задача главная на производстве, это создание условий для высокоэффективной, высокопроизводительной работы основных производственных рабочих. Больше они никаких задач не решают. Если не решают какие-либо другие задачи, они работают во вред предприятиях. Они работают во вред предприятиях. Почему? Потому что деньги, прибыль, все блага делаются основными производственными рабочими. Мастер, у него задача какая? Организовать рабочие. кладовщик вовремя выдать, доставить на рабочее место. Ну там транспортировщик, кладовщик, там разные варианты. Снабжение, вовремя материалы и так далее, нет других задач у них. Нет других задач у них. Значит, и в связи с этим мы на заводе сейчас ведем работу о внедрении системы качества труда рабочего. И под это создаем комитеты качества труда рабочих, где участвуют только рабочие. Почему вопрос охраны труда рабочих контролирует инспектор по охране труда? это должен рабочий прежде всего контролировать. Ритмичность, санитарные нормы и так далее. Кто самый заинтересованный человек, рабочий, раз он заинтересован, самый заинтересован, третий контролирует прежде всего. Для этого мы формируем вот эту систему, пытаемся, скажу честно, пока особых побед у нас здесь нет, но в качестве приложения к коллективному договору положения системы качества труда рабочих мы постараемся внедрить для того, чтобы организовать рабочих хотя бы на наведение порядка на своих собственных рабочих. Для начала. Можно пару вопросов коротких? В Союзе на предприятии много людей? В профсоюзе? Да. У нас где-то процентов 70. У нас в Санкт-Петербургский профсоюз сам. Тогда не надо профсоюз. В вашем комитете рабочих много людей? В комитете? Ну, не знаю, в Совете рабочих еще что-то. В Совете рабочих? В Совете рабочих нет у нас. Рабочих у нас 5 человек. А каким образом, не имея никаких сил, не имея никаких средств, да с такими лозунгами вы хотите что-то изменить на предприятии? А кто вам сказал, что мы не имеем ни сильных средств? Нет, вы сказали 5 человек, никаких средств. Подождите. Сколько людей работает на предприятии? Значит, на предприятиях сейчас работает очень мало. Ну, сколько мало? 800 человек. 800 человек? Да, из них рабочих 55 человек. Всего? Всего. И вы хотите диктовать условия 750? Да. И как это у вас получится? Ну, во всяком случае, пока получается, правда, по мелочи, но вот типа... Ну, вы же сами говорили, что малый профсоюз много может сделать. Профсоюз, да. Это важно, вы. Профсоюз, да. Вот. ты чё? Мало организованные рабочие тоже, они могут сделать несколько больше, чем просто профсоюз. потому что ты рабочий. Значит, во всяком случае, в забастовке, в забастовке тыросы говорили, вы давайте, а мы вас поддерживаем. Мы с вами. И вот это осталось. Так? Сейчас зарплату всем задерживают, рабочим выплачивают. Я тебя обижаю, за руку. Ну, ребята, извините, мы можем надавить. Есть, у рабочих всегда есть возможности, так сказать, повернуть администрацию в свою сторону. Я думаю, что в НИИ это несколько сложнее, потому что всё-таки институт экспериментальной физики. Я не знаю. Я не знаю. Просто в НИИ там... Вы сводите детскую скупатель. Вот. А на заводе, извините, продукцию делают вот эти 55 человек. И поэтому, если я вовы руки сложил... А чем кодилла ханта? Сейчас вам на всю строгу они не имеют, не имеют. Мы, например, отлично знаем, что электромаш не получал зарплату в году. Значит, ситуация изменилась. Лучше из того. Я немного работаю по-моему, кротству и всё. Ну, работаю, жили за так. Заслуга здесь вот поднял диссомнение. Лёша, мы будем пояснение успокоить проблемы. Здесь поднял небольшую проблему относительно охраны труда. вот в законе об основах охраны труда как раз это всё предусмотрено. То есть государственный контроль за охраной труда, контроль со стороны профсоюзных избранных органов и контроль по самому контролю общественности как раз вот о чём здесь приговор приговор это всё предусмотрено закон единственное что допустим у государственной спец кроме всего имеется возможности наложить штраф имеется возможности даже указанные в моём телевыступлении это и до отстранения отластных полномочий кстати этот право еще нигде не применялся он только вступил в силу этот административный кодекс но я уже этот вопрос так сказать насколько смог уже осветил и передал так сказать общественности спасибо так кто ещё хочет выставить по этому вопросу есть предложение прекратить принять нет других предложений кто за это предложение прошу проголосовать против нет раздержавшихся нету первый вопрос обсуждение первого вопрос туристов дня закончили прекратите слово потом потом завтра резолюция тихо резакционная комиссия что нам скажет мы работаем мы поехали ну вот мне понятно что вы прекратите слово нам даете да если они просят давайте поактивнее товарищи у нас еще два вопроса я хочу сказать только одно что вопросы которые мы должны решать они гораздо шире того вопроса который мы обсуждали в этом пункте я хотела почерпнуть другого никакие невеличкие задачи проблемы мы не решим если мы не сделаем сейчас вот этот самый главный шаг и этот самый главный шаг надо сделать на как можно большее предприятия россии тогда мы сможем решать другие задачи то есть вещь идет о том что мы выделяем самое главное длину на которое надо сейчас прородки повесить вовсе не отказываясь от всяких наших других выступлений других выступлений других форм и так далее это мы должны делать через это мы подготовлен проект постановления который я если можно я бы зачитал для рассмотрения вопроса принятия за основу постановление российского комитета рабочих о коллективных действиях рабочих профсоюзных организаций в условиях действия нового трудового кодекса российский комитет рабочих заслушав и обсудив доклады представлены портовым комитетом российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга депутатом государственной думы Шейн я написал представителям что мы тут представители выступаем я как представитель я так понимаю Виктор Михайлович да? да как представитель депутата Шейн констатирует что в сложившихся экономико-правых условиях главным средством отстаивания прав и интересов работников является составление отвечающих современным требованиям проектов коллективных договоров и борьба на этой основе за сохранение действующих или заключение новых прогрессивных коллективных договоров Российский комитет рабочих постановляет рекомендовать российским организациям первым при составлении проектов коллективных договоров в своих предприятиях операции уже разработанный для использования в условиях действия нового трудового кодекса проекта, чтобы уровень требований был единым для различных предприятий России. Второе. До начала коллективных переговоров с администрацией составить и обсудить свой проект подразделения трудового коллектива, собрав замечания и предложения работников и доработать проект с учетами этих замечаний и предложений. Третье. В ходе коллективных переговоров отставить свой проект, занимать наступательную позицию, осуществляя подготовку коллективно-другового спора по протоколу разногласий, составленному по окончанию коллективных переговоров. Пятое. Составление и борьбе за заключение и реализацию коллективного договора подчините, используя другие формы коллективных и индивидуальных действий. Такой проект. Товарищи, предложения какие-нибудь? Давайте время голосовывать. Есть предложение принять за основу, значит, и оставится про это постановление до завтра. В ходе дальнейших обсуждений, может быть, в гостинице, дома, на квартире. У кого возникнут какие вопросы, они должны возникнуть. Ну, у нас, ну, иногда и не возникало, а чаще всего, значит, делается на работе, или менее, до переработки постановления. Поэтому, значит, вот предлагается принять за основу, оставить до завтра, а завтра, значит, и начать вот с этого, по-моему, или там, как получится у нас, мы посоветуемся. Кто за то, что данное постановление Российского Кунтида Рабочих принять за основу, прошу проголосовать. Так, опустите, спасибо. Против есть, против нет, воздержавшихся нет. Все? Спасибо. Так, первый вопрос мы закончили. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok